Эхей, давно не виделись. На самом деле, впрочем, ничего нового, но давайте сразу к делу. В начале ноября интерес консольного паука завел меня в мир консольного гейминга. А где появляюсь я, там за мной тащится по пятам серьезный Сэм с собственной персоной. И так уж получилось, что неплохая такая скидка подвернулась на сборник под названием Serious Sam Collection. Для тех, кто не в курсе, это порт Serious Sam Fusion на актуальной консоли того периода, то есть PlayStation 4, Xbox One и портативная Nintendo Switch. И техническую часть именно стационарных версий мы и будем обсуждать, обходя мимо консоль Nintendo, на которой у Сэма порезано разрешение, дальность прорисовки, всего и вся, качество текстуры и частота кадров, которая в бфуе может падать до 20 фпс. Портативная консоль, что с нее взять? Но ее мы затрагивать не будем. Итак, Serious Sam Collection. Какие есть отличия от ПК-версии, какие изменения и баги нас ожидают на консоли? Что, в принципе, я подметил и чем готов поделиться именно с вами. Стоит заметить, что все детали были замечены на PlayStation 4, но можно предположить, что аналогично есть и на других консолях, где выходил Serious Sam Collection. И первое отличие, на самом деле, это геймпад. Полное отсутствие вибрации у оружия, но присутствие таковой при приземлении главного героя после прыжка. Чем думали хорваты, остается загадкой. Притом, если мы глянем на оригинальные релизы HD и BFE на консолях и ПК, то там имеется полная виброотдача у каждого оружия, да даже у работающей в руках бензопилы. Всего этого во Fusion, а следственной в Serious Sam Collection нет. Также присутствует занятная вибрация от приближающегося быка в HD, но отсутствует таковая для быков в BFE. Полный спектр урона по Сэму обладает вибрацией, а вот с пушками просчитались по непонятной причине. Сломанная старая раскладка управления. Если вы играли в Сэма на Xbox 360, PlayStation 3, либо с друзьями в разделении экрана на ПК, то знайте старую раскладку управления на геймпаде. Во Fusion с последующими обновлениями завезли современную консольную раскладку, у которой на L1 у нас смена оружия, R1 это последнее оружие, а X вообще прыжок. О спринте на L3 и полном отключении крестовины для выбора оружия я вообще молчу. На нижнюю клавишу только поставили переключение первое-третье лицо, тогда как левая, верхняя и правая клавиши остались вообще не задействованы. Мы конечно можем переключить на старую раскладку управления в настройках, так почему же я назвал ее сломанной? При использовании раскладки старого образца, каждая смена оружия на крестовину будет вызывать подсказку на полэкран о том, что вы можете поменять оружие в ячейках на соответствующие клавиши. А так как в старой раскладке соответствующих клавиш нет, то и подсказку убрать вы не сможете. И каждое нажатие крестовины, внимание, каждое нажатие, будет сопровождаться подсказкой на весь экран. И даже отключение подсказок в опциях не выключает данную занозу в геймплее. А лайфхак для любителей классической раскладки оказался прост. Загружаем уровень, переключаем в настройках на новую раскладку, проделываем действия в подсказке, переключаем обратно на классическую раскладку и вуаля! Надоедливая надпись исчезла. Однако она возвращается с каждым последующим уровнем. И да, я так прошел все три игры на PS4 с этими махинациями. Каждый уровень я менял раскладку туда-сюда и делал следующие махинации. Удобно ли это? Думаю нет. А ведь достаточно было привязать новую надпись к подсказкам и дело с концом. Но хорваты у нас тоже своего рода ученые, поэтому именно так и не иначе. Колесо оружия с замедлением, которое было на ПК, но о котором мало кто знал. Вещь удобная, но я с ней побаловался только после прохождения на серьезном всех трех игр, поэтому мне уже без надобности. Как оно работает? Вы нажимаете L1 или LB, смотря какой геймпад, появляется колесо оружия и замедляется время. Вы можете хоть обдумать тактику на последующий бой в этот момент, ибо время замедляется довольно-таки славно. Можно даже использовать это как обилку, а-ля какой-нибудь Sirius M4, но это уж слишком читерски получается. Благо в этот момент игрок больше ничего не может сделать, а то было бы совсем чересчур. Ну а теперь перейдем к отличиям. Отсутствие разброса при стрельбе от бедра с пистолета и автомата по причине консольной автодоводки. Теперь пистолет является очень хорошим вариантом для уничтожения гарпий. У бензопилы со временем ломается даже иллюзия движения лезвий. Прикольно, и даже не нужно ждать несколько минут для поломки анимации. Она ломается уже через 15-20 секунд использования. Вот кротим. Вы дополнили гранатомет, ракетницу и огнемет для Fusion новыми деталями при стрельбе, что мешало завести наконец нормальное движение цепи для бензопилы. Неясно. Починен прицел Девастатора, который до сих пор сломан в ПК-версии Fusion. Похвально. Но взамен на консолях сломана Нетрикса для него же. Теперь при просмотре Нетрикса и Девастатора он отображается как сторонний ресурс без дополнительной информации. Для наглядности попробуйте убить какого-нибудь нового врага в кастомной кампании на ПК. Или подобрать HD пушку на BFE тайтле. Вы увидите аналогичную картину. Одно чиним, другое ломаем. Классика. В меню есть обучение с картинками и советами для дебилов. Простите, но иначе я это описать не могу. Как у Ubisoft в Far Cry Blood Dragon только здесь на полном серьезе. Поднимайте аптечки, чтобы пополнять здоровье. Собирайте боеприпасы, чтобы не остаться во время боя уязвимым. Уклоняйтесь от врагов, чтобы не получить урон. Занятно, что файлы обучения, найденные в момент разбора оригинальной Sirius M3, я принял за вырезанный режим обучения. А оно оказывается предназначалось для консольных версий игры. Да еще и в текстовом варианте с картинками. Нет смены языка. Только русский для русских. Даже озвучку не поменять. Субтитры тем более. Для фанатов оригинальной озвучки, консольный вариант будет весьма тяжелым ударом. Зато вспомнил озвучку Максима Пинскера в BFE. Уже ностальгия. Если выживу, расскажу обязательно. В моделях мультиплеера нержавеющий Стив явно не должен выглядеть как Зорг, но вроде это проблема и оригинального ПК-релиза Fusion. Дальность прорисовки в DLC просто отвратительная. Можно сравнить с затерянными храмами Нубии, где даже далекие объекты присутствуют на карте постоянно. На первом уровне болезнью низкой дистанции прорисовки объектов заражены только пальмы. Тогда как во втором начинают исчезать дома, ящики, даже высокие объекты на слишком близкой дистанции. И это на уровне Гейб присутствует снайперская винтовка. В итоге рептилоиды и гарпии сидят на воздухе, а мы издалека можем наблюдать движение врагов за объектами. А как вам мусорные пакеты, которые можно заметить только в упор? Или исчезающие коробки? Забавно, что уровни оригинала таким дефектом не страдают. А значит это не оптимизация движка под консоли, а ручная настройка дальности прорисовки объектов у конкретных уровней. Зачем? Снова хорватские фокусы. Во втором пришествии, начиная с уровня Сады Гильгамеша, ломаются подсказки. И если продолжать прохождение после данного бага, последующие подсказки на всех оставшихся уровнях будут также сломаны. Не знаю с чем это связано, но данный баг встретил впервые. Далеко не отходя от второго пришествия, иногда ломается освещение в меню уровня, которое отображается на фоне. Эпилептикам лучше долго на паузе не сидеть. Как и смотреть концовку BFE. Черт его знает почему, но на PS4 мерцания стали еще чаще, из-за чего даже здоровому человеку будет очень неприятно смотреть. Я даже не знаю, как это тестировалось. Скорее всего никак. Вспомним оригинальный релиз Serious M3. Теперь Fusion. И Serious M Collection. Как и на ПК, в Serious M Collection перебрались баги оригинальной Fusion версии. Это и телепортирующиеся враги, которые у меня на слуху были давно, но встретил только на консоли. И восстание мертвецов, и ломающаяся навигация врагов, которая в самостоятельных частях работала идеально, и ей был даже посвящен целый фрагмент в истории создания игры. Ну и прочие приколы Fusion. Да, это немного, но это честная работа. В общем, я попробовал вам показать и рассказать то, что встретил на примере собственного геймплея. Возможно, я что-то упустил, ибо игру прям от очень сильно досконально от корки до корки не изучал. В большинстве своем я затрагивал баги и отличия, но каких-то плюсов вообще не рассмотрел. Если вы не играли на ПК по причине его отсутствия или слабой конфигурации, но имеете консоль, можно взять по скидке пройти. К сожалению, полной вибродачи уже ждать не стоит, но не все так плохо. Каждое попадание по герою засчитывается уже лучше, чем ничего. Если мы рассматриваем стационарные консоли PlayStation 4 и Xbox One, исключая Nintendo Switch, то в графическом плане Sirius M Collection практически ничем не отличается от ПК-варианта, за исключением укороченной дальности прорисовки травы и срезанной дальности объектов в жемчужине Нила. Как итог, брать только если нет возможности поиграть на ПК. А в остальных случаях это такая же консольная версия Fusion. Где-то исправили, а где-то сделали хуже. К тому же на ПК есть мастерская и модификации, которые бесконечно поддерживают жизнь игры, чего не может быть у консольных собратьев. Ну а теперь без сценария, честно, от души и только вам. Ну на самом деле видосик у нас под канун нового года скорее всего выйдет. Если не выйдет, то это вообще фиаско на самом деле. Вот, хотелось бы пожелать вам успешного наступающего нового года, чтобы вас радовали близкие, семья радовала, вот. Друзья всегда были, самое главное. Ну и здоровье, само собой. Вот, и чтобы никакие пагубные привычки на вас не сказывались, и железного терпения, так сказать, ждать мои видосы. Вот, потому что они у нас выходят стабильно раз в полгода. Это, естественно, шутка, но я стараюсь делать как могу. Вот, по мере возможности я выпускаю все-таки что-то, что можно посмотреть. Вот, ну а с вами был Ясен Пень. Да, шучу. С вами был Серьезный Володя. С наступающего Новым Годом. И на этот раз до скорых встреч. Че, обнадежил, да? Обнадежил, ну скажи, обнадежил. Редактор субтитров А.Семкин